Здравствуйте, уважаемые участники Довклаба! Позвольте мне представиться, коротко рассказав о себе. Меня зовут Виктор Кондин, я выступаю здесь первый раз. Работаю в IT-индустрии на протяжении семи лет, не та цифра, которой можно было бы похвастаться в плане продолжительности опыта. Однако то, что делает мой опыт, возможно, интересным, это его разнообразие. За это время я успел поработать как в корпорациях, так и в стартапах, как в компаниях в частном секторе, так и в компании, принадлежащих государству, так и в очень разных доменах, куда входят и логистика, и CRM-системы, security, блокчейн и гэмблинг. И за это время я, признаться, успел несколько разочароваться в той части нашей IT-индустрии, которая касается моего ремесла, именно тестирования. И, собственно, это является одной из причин, почему я вышел сюда, на эту сцену, можно, так сказать, высказаться, что довольно рискованно, будучи тестером в DevClub. И перед тем, как мы непосредственно перейдем к описанию quality assistance, что это такое, давайте все-таки определим проблему, что мне не нравится, от чего меня бомбит. Quality assurance на сегодняшний день является одной из самых популярных методологий в мире, используемой в тестировании. И основными ее артефактами являются следующие параметры. Это тестирование нового функционала перед тем, как он уйдет в продакшн, это поиск багов, это оформление багов, сбор доказательств, это помощь в приоритизации перед стейкхолдерами. И вот какие-то умные люди, посмотрев на это, решили назвать человека, точнее профессию человека, который будет этим заниматься, Quality Assurance Engineer. Здесь бы я хотел сделать паузу и задать вопрос вам, дорогая аудитория, что, на ваш взгляд, является качеством? Что такое качество? Еще, простите? Ну, юзеры не пишут тебе, не говорят, что все. Да, да, да. Еще есть какие-то... Стабильность, удобство в использовании. На самом деле это все правильно, это все часть качества, да. Дело в том, что сложно дать конечное определение этого слова, хотя бы в силу самого абстрактности самого термина, да. Но мы любим очень задавать этот вопрос на собеседованиях, потому что нам действительно интересно проверить, задумывался ли человек о значении слов, которые находятся, в принципе, в наименовании у него в профессии. На сегодняшний день моя формулировка касательно качества звучала бы следующим образом. Качество – это совокупность переменных, определяющих ожидания заказчика, среди которых проект, выполненный в договоренный сторонами срок, в договоренный сторонами бюджет. Это возможность конечному пользователю использовать продукт без технических препятствий, интуитивно, понятно и легко, безопасно. И также возможность вносить изменения в продукт в установленный сторонами срок и установленный сторонами бюджет. И здесь очень важно сделать референс на то, что когда мы говорим о качестве, очень важно говорить о контексте. Потому что контекст так же важен, как и при тестировании, в зависимости от его смены может меняться сами переменные. Например, если мы говорим об области разработки компьютерных игр, то, например, хороший сценарий компьютерной игре может значить не меньше, чем, например, хорошая графика или количество технических багов. И второй важный момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что я использовал термин ожидания заказчика, а не его требования. И в чем здесь принципиальная разница? Я приведу довольно тривиальный пример, который очень часто используют на ИТ-презентациях. Это именно взаимоотношения между доктором и пациентом. Когда пациент идет к доктору, у него есть справедливое ожидание, что его вылечат. Некоторые пациенты, возможно, среди них есть какие-то ваши знакомые, которые так делают, они идут с некоторыми просьбами к врачу. Они говорят, что вот я давно не могу выздороветь, у меня температура, у меня кашель, я думаю, что это не вирусное, а бактериальное. Выпишите мне, пожалуйста, антибиотики. Но врач, он не выписывает сразу антибиотики. Он задает наводящие вопросы, он проводит ряд анализов. И на основе этого он уже решает, что это действительно не вирусное заболевание, а бактериальное, и выписывает эти антибиотики. У нас в секторе ВТ я часто вижу, что разработчики просто получают требования, говорят, что вот мы делаем по требованиям, и дальше нас ничего не интересует, что это не наша работа, нам за это деньги не платят. И после этого мы называем себя профессионалами. Представьте, если бы врачи, в принципе, работали именно по такой же схеме. Есть и такие врачи, которые так работают, но поэтому и критикуют. Слайд, где очень выполненный против всех норм. Очень много текста, обещаю, что один такой будет. Возвращаясь к термину Quality Assurance Engineer. Пока что попробуйте не смотреть туда, послушайте меня. Если мы посмотрим на наименование Software Developer, то исходя из названия, мы можем сделать вывод, что Software Developer ответственен за что? To develop software. Все логично. Если мы посмотрим на наименование Quality Assurance Engineer, исходя из наименования, этот человек должен to assure quality. И что возникает очень много вопросов по этому поводу. Майкл Болтон, это один из основателей вместе с Джеймсом Бахом в Rapid Software Testing методологии для девелоперов, объясню, это что-то вроде Uncle Bob в тестинг мире. Он задал аудитории очень простые и правильные вопросы, что ответственен ли ты за скоб проект, ответственен ли ты за бюджет, можешь ли ты увольнять и нанимать людей. Если нет, то как именно ты собираешься гарантировать качество? И вопросы довольно справедливые, чтобы все-таки растая точки над «и», давайте в Википедию уже посмотрим, если кто-то сомневается, что значит assure. Ашур – это значит действительно убедиться, гарантировать, пообещать кому-то что-то. Уйдем немножко от теоретической части и посмотрим, что все-таки Quality Assurance представляет на практике сегодня в фирмах. Перед тем, как начинается спринт, у нас есть классические такие собрания в виде backlog, refinement, grooming, если угодно, где мы собираемся, разбиваем user story на какие-то технические таски, потом planning, мы их приоритизируем, добавляем непосредственно в спринт. И вот начинается спринт. Разработчики в течение первой недели заняты тем, что занимаются созданием нового функционала, QA, ни черта не делают. QA занимаются исследовательским тестированием, либо покрывают бизнес, критический функционал автоматическими проверками. И на вторую неделю спринта QA, извините меня за выражение, просто заваливают кучей тасков для тестирования. И у QA есть в лучшем случае два-три дня, чтобы все это проверить. Почему два-три дня, не целая неделя, потому что мы оставляем буфер на проверку на старших инвайрментах, плюс какие-то регрессионные области мы хотим проверить. И как это очень часто бывает, QA находит баги. Они находят баги, они переоткрывают user story, и здесь очень важно понимать, что девелопер не сидит и не ждет, пока QA закончит тестирование. Девелопер уже работает либо на другой задаче, либо фиксит какой-то баг. И что происходит с этой задачей? Она переносится на следующий спринт. Либо, что еще хуже, мы создаем баг, мы считаем, что user story завершена, мы создаем баг на эту user story и говорим, что пофиксим его потом. Но правда в том, что никакой это не баг, это просто не до конца и не качественно выполненная работа. Здесь вы можете меня, конечно, отдернуть и сказать, что, ну, Виктор, постой, потому что, ну, может быть, эта фича принесет очень много денег, и нет смысла ее отодвигать на потом. Ну, мы действительно можем закрыть глаза на какие-то маленькие баги и позволить этому функционалу уйти в продакшн. И да, и нет. У меня есть два аргумента на этот счет. Один не очень такой сильный. Тем не менее, я спросил у своего товарища-разработчика, чье мнение я уважаю, касательно код-ревью, сказал, можно ли там допускать какие-то поблажки. И вот он мне тогда ответил, сказал, что можно, но не нужно, потому что, если ты где-то на что-то закроешь глаза при код-ревью, это первый шаг в сторону того, чтобы у тебя, в принципе, все заросло. Второй аргумент заключается в том, что действительно, если мы рассматриваем какой-то баг с приоритетом 3 либо 4, в отдельности он нам не важен. Он действительно не несет никаких рисков, бизнес-рисков для нас. Но эти баги, они накапливаются. И в результате у нас получается, где-то мы сделали кнопку не по макапу, где-то мы что-то не перевели, пренебрели локализацией, где-то цвет отличается. И эти баги все вместе очень портят юзер-экспириенс. В конечном итоге ваш продукт просто неприятно использовать. Давайте подведем некий итог касательно quality assurance. Во-первых, проблема во мне в первую очередь, потому что я bottleneck в этом процессе, будучи тестером. Я очень поздно получаю эти задачи, я очень поздно нахожу баги. Во-вторых, это проблема тоже современных разработчиков. Это майнсет из разряда. У нас есть dedicated, отдельный человек оплачиваемый, который ответственен за тестирование из-за качества, что само по себе является довольно ошибочным направлением мысли, потому что качество – это обязанность каждого члена команды. Это также постоянный риск нового функционала быть доставленным вовремя. И это излишняя бюрократия во время активной фазы разработки. Вместо того, чтобы брать и сразу фиксить баги, мы занимаемся тем, что действительно заводим тикеты, пишем StepStoryProducer, добавляем логи, добавляем скриншоты, добавляем видео и так далее. Я надеюсь, я был достаточно убедителен в своих аргументах касательно Quality Assurance и их недостатков. И давайте все-таки перейдем теперь к теме, ради которой я сюда пришел. Это Quality Assistance. Quality Assistance – это новая методология, разработанная компанией Atlassian, известной своими продуктами Jira, Bitbucket, Confluence. И основной идеей в двух словах этой методологии является активное привлечение и обучение. И обучение разработчиков. В данной модели нужно понимать, что меняется несколько и роль QA. QA становится нечто более схожим на QA-коуча, тренер. Я знаю, что многих разработчиков очень коробит это высказывание. Особенно, я их понимаю, с учетом, что у нас есть уже коучи, в разработке, мы их знаем, кто это. Но суть в том, что… Возьму на себя ответственность сказать следующую фразу. Большинство разработчиков тестируют так же плохо, как большинство тестеров пишут код. И это на самом деле очевидно, потому что, чтобы быть действительно в чем-то хорошем, нужно постоянно этим заниматься. Здесь вы можете найти, опять же, противоречие моим словам. Вы можете мне сказать, что «Ну ведь именно поэтому есть разделение на разработчика, именно поэтому есть разделение на тестера». Но нет. Суть заключается в том, что на определенном моменте разработки, тестирования и разработка это неделимые составляющие. То есть, вы не можете, грубо говоря, что-то разрабатывать, не можете говорить, утверждать, что вы что-то разрабатываете, если у вас нет возможности проверить это. И чтобы, наверное, немножко яснее объяснить вам грань, где проходит обязанность тестирования со стороны разработчика, а где обязанность тестирования со стороны инженера тестирования. Я приведу пример из жизни, пример моего похода в торговую сеть призма с семьей. Все, наверное, знают магазин призма. Кто не знает, расскажу, что у них есть аппараты самообслуживания. И они работают следующим образом. Вы сканируете продукт, вы его кладете на весы, весы валидируют вес против штрих-кода. Если он совпадает, все в порядке. Если нет, то высвечивается сообщение, что вы нехороший человек. И вот я вместе с супругой, вместе со своей дочкой, мы отправились в призму. И моя дочь захотела кушать. Моей дочке полтора года. Это не тот случай, когда вы можете ей сказать, что подожди, сейчас я куплю еду, сейчас мы ее оплатим, сядем в машину, доедем до дома, и тогда я тебя покормлю. Ну нет, у кого есть дети, те понимают, что это так не работает. Поэтому я отдал ей йогурт. И разумеется, когда мы подошли к кассе самообслуживания, мы просканировали этот йогурт, я его положил на весы, и мне высветилось сообщение, что я вор. Подошла женщина, сотрудник, ну, убедилась в том, что я адекватный человек, провела карточку, и я продолжил сканирование продуктов. Я взял апельсины, просканировал их, и мне снова высветилось сообщение о том, что вес не совпадает. Как неловко, будучи тестером, попадать в такую ситуацию. И я снова подождал женщину, которая снова подошла ко мне, подумала, господи, провела карточкой, все в порядке. Проблема была в том, что один апельсин просто укатился в угол. Ну, я на самом деле счастлив, что со мной произошла эта ситуация, потому что я подумал, блин, то есть был какой-то продукт-тоунер, был какой-то аналитик, они получили рекварменты, и они их выполнили. Продукт работает по рекварментам, действительно, ну, вот как и запланировано. Но все в том, что никто не задумывался над вопросом, зачем. Вернемся к ожиданиям. Ожидание, наверняка, со стороны заказчика было следующим образом. Сократить очереди, и чтобы человек мог легко, интуитивно, понятно, выполнить покупку, и чтобы это было безопасно в том, ну, чтобы это было безопасно. Ну, вот ожидание из разряда безопасно решили обернуть в требования. Требования в виде весов. И мы же понимаем, да, что если я хочу что-то украсть, то я, наверное, ну, я не пойду сканировать этот продукт. Ну, или если я вор, но который не ищет легких путей, я возьму гирьку, которая будет с таким же весом, как этот продукт, и я смогу обмануть эту систему. К чему, еще снова хочу сказать, к чему этот пример? К тому, что тестер в данном случае должен хорошо понимать портрет пользователя. Портрет пользователя – это термин, который мы используем, когда ты задаешь себе вопрос, кто я здесь, что я делаю, ну, какой услугой я хочу воспользоваться, почему я ей хочу воспользоваться, как. То есть вы пытаетесь именно попасть в этот образ конечного пользователя. Девелоперы, в свою очередь, я считаю, что они взрослые мальчики, они в состоянии взять и протестировать фичу в отдельности, разработать и довести ее до конца. В то время как QA будет концентрироваться на более сложных задачах для тестирования в виде следовательского тестирования и держать полную картину и направление разработки. Также Quality Assistance подразумевает, что QA будет помогать разработчикам с инструментами, с тестовыми данными, инвариументами, и просто драйвить модель, обучая разработчиков тестированию. Позже я расскажу именно, как это можно организовать. Если вдруг какая-то команда решила перейти с Quality Assurance на Quality Assistance, Atlassian предлагает ряд методик, которые могут помочь, в принципе, повысить навыки тестирования у разработчиков. Среди них QA-Kick-off, Developer-on-Test, Demo-to-QA, Blitz-Testing и Dog-Fooding. Коротко пройдемся по каждой из них. QA-Kick-off – это подход, когда разработчик, перед тем, как разрабатывать новый функционал, садится вместе с тестером, и они думают не только о том, что должно работать, в виде acceptance, ну, критерия, что обычно с продукт-онером делается, а именно то, что не должно работать, то не должно работать. Я скажу честно, мы не используем именно QA-Kick-off подход, он у нас не прижился в компании, вместо этого мы подумали, что есть backlog grooming и refinement. И это очень хороший момент, чтобы подумать о тестировании, потому что именно на тот момент разработчики разбивают user story на технические задачи, и они уже думают, как они будут реализовывать функционал. И в это же время они занимаются небольшим брейнштормом на тему, что мы будем тестировать. И аутпутом такого брейншторма появляется testing notes в тикете под acceptance criteria, где они просто перечисляют заметки, что мы будем проверять. Ни в коем случае не test case, не дай бог. Следующее – это developer on test. Название говорит само за себя. Это когда один разработчик тестирует задачу другого разработчика. Плюсы этого подхода заключаются в том, что, во-первых, сами разработчики учатся тестировать. Во-вторых, то, что если они находят баг, они не тратят время на его оформление, они берут и фиксят его. После того, как разработчики закончили тестирование, они идут показывать демо QA. Здесь я знаю тоже многих разработчиков бомбить по этому поводу. Они это воспринимают, как идти на поклон какому-то тестеру. Но не стоит именно воспринимать это таким образом, в таком контексте относитесь к этой процедуре не более как к код-ревью. Хотя я знаю разработчиков, которых бомбиты от комментариев к код-ревью, неважно, конструктивные они или нет. То есть QA, Quality Assistance Module, подразумевает, что это опытный человек, который действительно с точки зрения тестинга сможет расстрелять фичу вопросами. Но, разумеется, он будет тоже не впустую задавать эти вопросы, опираясь на тестинг-ноутс, которые они вместе же составили. И если QA видит, что тестирование было выполнено на недостаточном уровне, он не видит каких-то ответов, либо они неубедительные, то он просто переоткрывает эту задачу, он не тестирует то, что не было протестировано, и разработчики продолжают тестирование этой задачи. Blitz Testing. Ну, я думаю, многие из вас уже знают, что это такое. Это когда группа людей, вся команда, и не только команда, вы можете позвать бухгалтера, HR, кого угодно, вместе потестировать ваш продукт в течение какого-то таймбокса. Здесь главное не выписывать баги, не оформлять их, а, скажем так, выписывать на бумажку, и потом уже собраться и обсудить до избежания дубликатов. DogFooding очень интересный, на мой взгляд, подход, но он, к сожалению, возможен не во всех фирмах. В данной формулировке написано, что это, грубо говоря, использование новых фич, которые еще не на продакшене, а на каких-то internal instances. Но основная идея, на самом деле, DogFooding, она заключается в том, что вы и есть пользователь вашей системы. То есть помимо того, что вы сотрудник, например, компании Шведбанка, которая разрабатывает приложение, вы можете быть и реальным клиентом Шведбанка, который действительно реально использует это приложение. Чем этот подход хорош? Тем, что вам не надо рисовать никакой портрет пользователя. То есть вы сами будете постоянно его использовать, и со временем можете увидеть, что где-то плохой UX, где-то какие-то элементы, которые далеко находятся, которые вы часто используете, можно выдвинуть на первый план. Какие-то редко всплывающие баги вы тоже можете обнаружить. В целом, ну вот примерно таким образом может выглядеть ваш релиз. Процесс, сразу скажу, как у нас. У нас объединено, опять же, повторюсь, grooming, refinement, где мы составляем testing notes, потом идет имплементация. Другой девелопер тестирует эту задачу, которую закончил первый. Они идут показывать demo to QA, и потом идет demo to PO, no acceptance, и production. Blitz-тестинг и dogfooding я не считаю, что должны быть частью спринта, потому что для blitz-тестинга команда должна быть довольно мотивирована. Я не думаю, что всем надоест раз в неделю делать такие мероприятия. Ну и dogfooding, тем более, он никак не привязан к спринту, потому что вы реальный пользователь своего продукта. И самая интересная часть заключается, и парадоксальная одновременно в том, что мы все это делаем для того, чтобы потом это убрать. То есть, когда наши навыки тестирования улучшаются у команды, нам не нужен на этот девелоперон тест, нам не нужен этот demo to QA, нам не нужен этот, в принципе, ну, то есть постепенно мы можем убирать какие-то методики, потому что это своего рода каркас, который поставлен для того, чтобы временно натренировать команду, поднатаскать команду в навыках тестирования. Но справедливый вопрос именно, как отследить, как узнать, что мы стали лучше в тестировании. И этот вопрос очень тесно связан с другой темой, это как измерять качество. Это очень отдельно большой топик, и сегодня мы не будем его подробно рассматривать, для этого бы мне понадобилось отдельных 40 минут. Но вкратце расскажу, что на сегодняшний день мы пришли к выводу, что нужно измерять качество, в первую очередь, опять же, в контексте. Мы разделили на три группы, мы смотрим на качество продукта. О качестве продукта мы можем судить по информации с Jira, которую мы собираем из ZBI-логина. Greylock, который присылает просто эроры из продакшена. Это также App Center Microsoft, это App Store, Play Market, именно комментарии пользователей, оценка вашего приложения. Это все именно показатель качества, на то, насколько вы хорошо работаете. Также, извините, на то, насколько качественен продукт. Это разные вещи. Также это команда. Качество команды мы измеряем именно на то, насколько они хорошо работают и качественно. Тоже из ZBI под Jira мы посмотрим несколько примеров сегодня, как это определить. И непосредственно код. Код мы осуществляем статический анализ с помощью Sonar Cube. Мы смотрим на код каверидж меньше всего, потому что код каверидж, я думаю, многие знают, что крайне спорная метрика и цифра, в принципе, мало чего говорит. Мы больше уделяем внимание таким вещам, как код смелс, когда очень грязные какие-то солюшены в коде реализованы. Это какие-то vulnerabilities он подсказывает, проблемы с инкапсуляцией в том числе и баги. Здесь некоторые примеры репортов из ZBI. То есть здесь мы отслеживаем тренд на то, насколько мы действительно хорошо преуспеваем в багах из месяца в месяц. Мы можем увидеть, что у нас больше нет багов с приоритетом 1 уже у данной команды на протяжении 6 месяцев. Мы видим, что последние 3 месяца мы работаем без багов с приоритетом 2. То есть основные баги у нас очень малозначимые, хотя вот приоритет 3 мы потихоньку зарастаем. Это также время, сколько в среднем требуется для того, чтобы пофиксить баги с приоритетом P2 и P3. Почему эта метрика интересна? Она относится к категории продукта. Она показывает, сколько времени игрок, в нашем случае игрок, либо другой какой-то стейкхолдер ждет, пока появится фикс. Я думаю, вы тоже используете какой-то софтвер, вам что-то не нравится, и вы думаете, когда же они это починят. Это очень хорошая метрика, которая показывает состояние продукта в том числе. Интересно то, что эта метрика присутствует как и в продукте, так и в команде, потому что она не только показывает… Да, Кирилл? У меня все-таки вопрос, у меня предыдущий слайд не отпускает. Да. А не кажется ли тебе это такой false positive слайд, когда продукт, в принципе, становится более матюр, у него P1 вещи исчезают, потом P2 уходит и все? То есть это такая обманка в некотором роде? А если ты будешь смотреть только на эту метрику, только на эти цифры, да, само собой, это никогда не… Естественно, люди быстрее вникают, и второй слайд тоже правильно, но опять же, это как поедание мороженого совпадает с количеством пожаров. Я вот хотел это в конце подытожить все, но это будет. Разумеется, да, мы смотрим не только на цифры, потому что цифры – это хороший сорс информации, но если вы смотрите исключительно на цифры, то у вас будут проблемы, потому что нужно общаться и непосредственно с командой, с QA, спросить, как на твой взгляд качество продукта, и с продуктом, и с девелоперами, и в конце концов просто пойти почитать, что пользователи пишут. Но это просто один из возможных источников замера качества. Возвращаясь к этой метрике, она показывает не только то, как долго пользователи ждут фикса, но и тоже тот факт, как команда следует внутренним договоренностям фирмы. То есть у нас установлено, что в случае бага приоритет 1, мы просто бросаем все и фиксим его. То есть он берет приоритет над работой внутри спринта. Приоритет 2 – то же самое, но есть дедлайн все-таки 14 дней. И однооснованность этого мы можем просто смотреть, насколько команда следует этим договоренностям. В чем график высоты? Что? Это дней, месяцев. Можно не буду говорить? Ну вот здесь вот давайте в часах скажем, а вот там в днях. Нет, в днях, конечно, да, в рабочих днях. Смотря о какой группе мы говорим, там разные настройки идут немножко. Тренд технического долга. Я знаю, что у разработчиков по техническим долгам, ну немножко они используют это в другом контексте, больше касательно грязных каких-то архитектурных решений, некрасивого кода, что это надо переписать. В данном контексте, на данном слайде под техническим долгом я понимаю любую работу, которая не относится к разработке нового функционала, а именно баги, инциденты, которые у нас есть. И если говорить более простым языком, то я смотрю на то, чтобы синяя колоночка всегда была меньше, чем красная колоночка. И почему это важно? Потому что данная метрика не имеет смысла, если мы смотрим на нее в изоляции на один месяц. Но если мы видим каждый месяц, что у нас количество созданных проблем превышает количество решенных, то я буду делать незамысловатый вывод, что наш продукт потихоньку зарастает багами. User experience портится. И одна из интересных тоже метрик – это тренд для качества тестирования разработчиками. Потому что, как я сказал, когда идет демо QA, перед тем, как показывать демо QA, разработчик перетаскивает в определенную колонку quality control ticket. И начинается этот процесс. Если QA видит, что тестирование было выполнено недостаточно хорошо, он переоткрывает этот тикет, и мы его видим, транзишн колонок из quality control and progress. Здесь, в принципе, мы ожидаем, чтобы девелоперы в таких ситуациях избежать, чтобы действительно мы пришли к такой ситуации, когда QA уже, в принципе, нечего добавить, что девелоперы выполняют тестирование довольно хорошо. И, соответственно, мы можем убрать демо QA как таковую практику из quality assistance. Ну и в заключении, да, хотелось бы сказать, что, опять же, Кирилл опередил. Не стоит слепо смотреть на цифры, стоит действительно уделять внимание разным источникам информации. Цифры и метрики – это один из хороших и полезных сорсов информации. Также стоит не забывать просто общаться с людьми и немножко смотреть, что пишут вам кастомеры. Может, с саппортом даже поговорить. Ну, на этом мой доклад закончен. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Теперь ваши вопросы. Да, Максим. Я, Виктор, не понял, ты вообще работаешь? Нет, но мы девелоперы вставляем работу. То есть ты сам не тестируешь? Нет, нет, нет. Ну, мы в тех командах, где проблемы, я подключаюсь. Я все-таки еще помню, как тестировать. Ашуранс или... Слушай, официальное номинование assurance, ну это вот бюрократические проблемы, но везде ассистанс. Все же. Все. Да-да, Кирилл, давай, давай, давай. На самом деле ведь я считаю, что действительно люди, которые идут хвалить ассуранс или ассистанс, или неважно, это люди с определенным складом ума. И, конечно, можно научить разработчика тестированием, но качество его тестирования, оно все равно оставляет желать лучшего. Можешь спросить у Саши, как часто Саша бывает в сервисном центре своего нового автомобиля, когда другие люди годами там не появляются. Саша раз в месяц стабильно туда ездит, потому что что… У меня же опыт. Я же просто так не могу. Это опыт. То есть это в принципе проявляется во всем. То, что ты рассказал про призму, тоже замечательный пример. Ты пришел, так протестировал, сяк протестировал. Я не собирался тестировать. У меня дочь тут. Я попробую за него ответить. Наверное, проблема в том, что если бы он еще сначала разработал 500 таких аппаратов, научился бы. Ну, я протестировал таких 500 аппаратов. Он бы еще много протестировал, правда? Ну, я скажу, что, если честно задавать вопрос, то какая ситуация у нас в Таллине? У нас шесть команд. То у двух из них… У одной вообще нет QA, но они очень, скажем так, матерая команда взрослых разработчиков, которые на очень хорошем уровне выполняют тестирование, у которых инфраструктура налажена. И другая команда очень много времени тратит именно на обсуждение самого тестирования. Ну, во-первых, потому что у них нет… У них очень специфический модуль, у них нет ни UI, ни API, у них именно математические расчеты идут, рисков. И они действительно очень трепетно относятся именно к тому, что… Ну, ошибка может стоить очень дорого-то. И они преуспели в Quality Assistance. У них очень опытный QA, который действительно, ну, очень помогает им и находит где-то недостатки тестирования. И команда очень открыта к этому, как бы, транзишену в Quality Assistance. Здесь, конечно, очень много значит сам QA, насколько у него должно быть профессиональное уважение у команды. У нас вот проблема с наймом. Кстати, да, если нам нужен мобайл-автоматический инженер, у нас проблема с наймом, потому что у нас очень жесткие требования в плане… Не то, что жесткие, мы очень много хотим. Мы хотим человека с техническими скиллами, мы хотим человека с софт-скиллами, и мы хотим, чтобы это еще был хороший тестер. Потому что технический бэкграунд не всегда значит, что человек… Человек может в планку, да? Еще и человек, да. А где вы таких? Но мы не ищем, мы не ожидаем, что сейчас придет человек и скажет, я работал в Quality Assistance. Нет, нет, конечно, мы больше задаем вопросы и смотрим, насколько человек способен думать. У нас вопросы, где нет правильных либо неправильных ответов. Мы просто задаем систему описанию довольно детально и просто говорим, представь, что ты QA-директор, а я просто бизнес. Расскажи мне, пожалуйста, какое тестирование нужно сделать. И он очень быстро определяет именно уровень человека в плане тестирования. Там у нас сзади был вопрос давно уже. Да, 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 вот там вот. Вопрос к поводу в Quality Assistance и в Школе Социалов. Вы сказали, что сначала Assistance как коуч, он рассказывает, как он тестирует, или его протестировать, и все, и так далее. Потом со временем каждая технология уходит в вашу роль как в целом после того, когда все научились тестить и развитие, плавить вашу НСССР данной команде, данной компактной? Хороший вопрос. Я подготовился к нему. Но он на самом деле очень очевидный, потому что действительно, что случится с QA? Некоторые думают, что меня уволят, потом я работаю, получается, против себя. Суть в том, что тестеры не будут работать в рамках команды. Скорее, команда станет довольно самостоятельной в рамках своего компонента. Опять же, зависит от архитектуры вашей системы, как она устроена, и насколько большой у вас продукт, и насколько много людей у вас. А тестеры могут заниматься более важными вещами, но не то, что важными, а более сложными, комплексными задачами тестирования. Мы не забываем, что у нас есть лоуд-тестинг, который на самом деле на рынке довольно плохо у нас выполняется. Я не видел, ни разу не встречал профессионального лоуд-тестера. У меня есть очень много вопросов касательно лоуд-тестинга, и обычно до этого просто не доходят руки. Есть security направление, и само исследовательское тестирование, оно ведь что из себя представляет? Постоянное изучение продукта посредством покрытия рисков. То есть ты постоянно смотришь, то есть, ну, как твоя система работает, экспериментируешь с ней. Я, может быть, отвечаю на этот вопрос, более философский ответ на этот вопрос, будет такой, что задача любого специалиста – довести проект в таком состоянии, в котором он может из этого проекта выйти. То есть уволить все-таки себя. И заниматься новым. Да, возможно, все зависит от того, если мы… Ну, вы же понимаете, что мы работаем, большинство из нас работают все-таки в коммерческом секторе, да, мы не Elon Musk, который ракеты отправляет. И где-то мы можем быть bug tolerant, да, то есть закрывать глаза. Если вы увидите, что, в принципе, команда делает довольно хороший софт, и если есть ошибки, то они не такие критические, то, возможно, вам стоит задуматься о том, чтобы уйти из фирмы. Дело в том, что как только квалити-шунг-специалист покидает свое рабочее место, потом это разгребают около полугода, оставшиеся, поверьте мне. Проверьте, он радуется. Да, он-то радуется, потому что просто как-нибудь это все надоело, а потом за него разгребают. Как правило, квалити-контролу мало не бывает, а просто только в бюджете на квалити-контроле. Ну, это всегда ближайший вопрос в бюджет. Здесь вот был первый вопрос, давайте отсюда. Мы можем рассказать на истории с автоматами из призма, которые должны... Да, да, да. Есть какая-то проблема. На самом деле, конечно же, со стороны качества, это полный абсурд. Для системы бесполезны. Но она сделана не для этого. Это психологическая история, чтобы пугать людей, что ничего не оборовать. Там сверху вся в самом деле камера, если вы что-нибудь, то есть, тащите с собой. А большинство рабства проходит по овощам и фруктам. Если не сработает, то цифры будут показываться. Да, возможно, кто-то первый раз хочет что-то. Я говорю больше, потому что на самом деле есть история, где есть такие машины, и машины, в которых такой системы нет, и какие-то похожие цены. К самом деле, объем вас, который упоминает одинаковый. Просто магазин проверяет, будут люди больше бояться, если им поставить вот эти пигурки. Это они ничего не дают. Я думаю, обычно те, кто вот воруют, ну, они, ну, эти люди их не интересуют. Ну, там бутылочка, и пошел пили, и ты назад. На самом деле, задача контроля в больших магазинах, я просто сталкивался с этой задачей. Не в том, чтобы не свировали бутылочку, чтобы не начали корзинками вывозить. Здесь дело в этом. Ну, в Селвере же тоже там вообще самый высокий уровень. Ладно, я не буду говорить про них, потому что они не заплатили мне. Но в целом, есть магазины, ну, чтобы я, да, вот сказал, что у них плохо. Да нет, нет. Там, теперь вы знаете, как воровать в призме. Ну, да, да, да. Вопрос стратегии управления рисками. Тест еще, да? Да, пожалуйста. Нет, Максим был третьим. Давай сейчас. Все-таки я задаю еще вопрос. Клика в внешнюю услугу. Testing as a service. Да, да, да. Именно. Есть какие-то преимущества или какие-то разумные основания все-таки предпочесть, скажем, извне. Вы имеете в виду, если аутсорс компанию брать? У нас есть аутсорс компания из Киева, которая выполняет мануальный автомейшн. Да, именно так, как бы это ни звучало, это мануальный автомейшн. То есть у нас тест-трейл, с которым я борюсь, чтобы мы прекратили платить за этот дорогой, бесполезный софт, где есть тест-кейзы, и люди как роботы тестируют просто по этим тест-кейзам. Я очень большой поборник тест-кейзов, потому что я считаю, что если человек тестирует по тест-кейзам, его мозг выключен. Он именно выполняет табличное тестирование. Заместо тест-кейзов я предлагаю использовать майндмапы, где ты просто делаешь себе карту функционала, и просто тебе не нужно каждый шаг свой описывать, но ты не идиот. Ты можешь прекрасно понять, как тестер что выполнить. Тебе нужно просто записать список функций в логическом порядке, которые ты хочешь проверить. Функции, фич, простите. Которые ты хочешь проверить. И вот аутсорс у нас именно, он занимается вот такой вот по тест-кейзам и польза, исходя из того, что мы видим по багам, которые они репортят. Просто нет смысла. И мы сейчас рассматриваем возможность отказаться от этой услуги. В принципе, если ты не поленился написать тест-кейс, почему ты не поленился написать код, который это за автоматизирует? Времени, наверное, на код поднимется меньше, чем на тест-кейс. Да, тем более, что их обновлять, как правило, проблема всех тест-кейсов, кто когда-то был, это они всегда все жалуются на то, что они неправильные и само собой неправильные, потому что разработка, ну, на сегодняшний день новый функционал появляется гораздо быстрее. Никто не будет поддерживать тест-кейса. Они всегда будут неправильные. что лучше все автоматизировать сразу же, на входе, а не на выходе. И вообще надо квалити-контролл. Надо контролл заниматься до того, чтобы начали софт писать, не после, как это обычно бывает. Когда собирается компания, пишет, 4 отлично девелопера пишут, кучу софта, а потом наконец-то они решают, ох ты ж, елки-пал. Что же мы тут написали? А если бы они сначала наняли в колледж-контролл-специалистов, хотя бы консультировать их, я не говорю, на полу устава. Было бы намного проще. Смотря сколько платят. Еще есть какие-то вопросы? Нет, просто спросите. Мне приятно чисто для себя, скажем так, что ты рассказал, это не было придумано недавно, это было как бы отсюда по надерге, сделали. Скажу так, в одной фирме, где я работал лет 10 назад, мы как бы его солнце, не будем называть имя, вели такую же практику, то есть было так, что девелопер на девелопер от течения спринта пока делает этот вот кейс демот у Куа. И как бы идея хорошая, все сейчас слушают, я согласен, но как он через полгода использования-то вышел, то есть Куа что-то там делал, важные вещи, как ты говоришь, не знаю, кофе пил в карту, играл. Получается, там четверг, пришел Куа к девелоперу, девелопер показывал, что он на девелопере, что этот Куа-Дор за тест. Получается, что он в теории, ну это как бы так было напрягу, он даже не читал ни спеки, ничего, курил бамбук, пришел, ему показали, правильный кейс, как надо эти системы, и он шел довольный. То есть вот тут вопрос мотивации, как что-то сделать, чтобы Куа, как ты говоришь, был вовлечен, чтобы он занимался важными делами, не занимался фигней. То есть по мнению, правильно, когда Куа и девелоперы вообще не общаются, а потом просто в конце, они как бы с разных точек зрения начинают один и тот же продукт делать. Тогда будет больше. Ну, Максим, здесь все упирается в людей. И вот перед тем, как сюда прийти, посмотрел один доклад с Dev Club, фамилия Захаров, по-моему, он рассказывал про процессы, Лин, по-моему, да, и вот там он предложил людям проголосовать, что на ваш взгляд важнее всего, технологии, процессы, люди. Ну, все достали приложение, проголосовали, и люди было на первом месте. Ну, в конце концов, конечно, все упирается в человека, да, если он не мотивирован, или он просто, ну, звезд неба не хватает, да, то, ну, проблема будет. То есть, все начинает, ну, разумеется, человеческие качества, да, они играют на первом месте. В конце концов, люди... в следующий раз, когда будешь этот доклад делать, должен подытожить, что если человек не мотивирован, то все эти мотивы идут. Ничего не поможет, да. Технологии не поможет. Ну, да, но это касается всего и всех, не только этого. То есть, я поэтому не стал это как-то отдельно выделять. Почему завод же работает, где делают детали, или не мотивирует? Ну, завод, в стране одни гитаристы. Ну, ездят, конечно, но это тоже трудно. То есть, истина, наверное, все-таки где-то дальше? Истина, прибыльности компании. Слушай, есть несколько стратегий, на самом деле, в зависимости от того, какой у тебя, ну, вид бизнеса, есть действительно стратегия Макдональдса, где людям не надо думать, за тебя подумали. То есть, там действительно очень важна дисциплина, чтобы люди, как роботы, конвейеры, действительно все выполняли. Как роботы, да. Они действительно берут эти юзерстори, читают, что там написано, делают то же самое, двигают ее, да. Все верно. Ну, так же как и девелоперы, как роботы. Так же и Куа. Мы вообще как роботы работаем. Девелоперы в уличке. Ну, да. Может быть, просто вопрос в том, что, как вот здесь все правильно и сказано, вопрос в том, что Павел Тешуров должен в процесс внедряться не тогда, когда девелопер закончен, что-то делать, а то там, и все. И тогда все будет хорошо. Он тогда не будет сидеть, как ты говоришь, потом, не читать ничего. Он будет в курсе, потому что вы же вместе с ним посидели и разработали, и разработали, как вы будете это тестировать. Мой посыл такой, что если не дать человеку что-то сделать, плохо или не сделать, он это в конце концов будет это и не делать. Ну, не факт. Как ограничить, то есть не дать человеку возможность накосячить? Ну, не как. Человек все накосячить. Заменить человека. Вот сейчас про машин лернинг будет вторая лекция? Там будет приконзишн, да. Еще вопросы есть? Все подробно. Слушайте, а когда человек превратится из quality в ашурен в quality ассист, то надо ли у него повысить зарплату? Сначала, я думаю, надо найти такого... А селениц станет платным? И из quality ассист в ашурен в quality ассист. Такие люди должны укусить, иначе о чем они говорят? Да, но их немного. У них уже закладываешь, чем удивился. Я на самом деле, Андрей, знаешь, о чем подумал? Что случится в тот момент, когда все станут, ну, предположим, утопическим миром, все quality ассистансы, и где тестеров-то брать, кто тестить умеет? Потому что quality ассистанс не подразумевает наличие джуниора. Ну, согласно самой модели, он коуч, к чему может джуниор научить команду разработчиков? То есть, это должен быть хороший матерый тестер. И, да, я тоже задался вопросом, что эта модель своего рода является несколько паразитирующей на рынке. То есть, те компании, которые успеют, да, ну, действительно найти, ну, она в итоге, возможно, зайдет в тупик. Такое возможно. Может быть, вопрос в том, что вместо того, чтобы нанимать 10 обезьянок, найдут одного специалиста, который будет этим заниматься, а он уже найдет. Сложнее будет просто. 10 обезьянок все равно стоят дороже, чем один хороший. Так и зачем тогда так и делают девелоперы? А зачем девелоперы так делают? Зачем? Зачем так делают девелоперы? Тут логично казалось бы, зачем нанимать 10 обезьян? Можно одного нормального нанимать, дать ему зарплату трое. Почему всегда 10 нанимают? Нормальных компаний уже давно так и сделают. И всегда 10 нанимают. Что ты рассказываешь? Ну, в маленьких компаниях, я думаю, давно они же нанимают 10. И берут одну обезьянку и дают зарплату в среду девелоперов. И такое тоже бывает. Ну и с тестерами тоже. И такое бывает. Точно так. Еще? Что-то кто-то хочет спросить? Есть пару минут. А как правильно? Тестеры или тестеры? Да. Тестировщик. Спасибо большое. Давайте еще раз. Спасибо. Спасибо.